Женские вопросы к церкви 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 Выкалывать глазки. Вот серьезно эту тему книжку какую-нибудь писать. Но, к сожалению, приходится в 21 веке писать книжку о том, что женщина тоже человек. И отвечать на вопросы, ну, какие-то очень странные, понимаете. Не знаю, в ком подполе они хранились в течение столетия. Типа, а может ли женщина во время женских ездить в храм, а причащаться, а носить джинсы и прочее, и прочее. В общем, масса таких вопросов, которые, к сожалению, на полном серьезе не то, что задают. Бурлит интернет на эти темы весьма серьезные. Значит, поэтому это самое странное, как отвечать на вот эти вопросы, исходя из гумы и православной традиции. Есть вопросы, на которые мы не знаем ответ богословский. Почему у женщин должен быть платок, головной убор? Откуда церковная традиция? Понятия не имею. Потому что апостол Павел так говорит, но он при этом ссылается на что-то очень странное. На архангелов. Чтобы ангелы, дескать, там, не возбуждались. У меня сразу возникает вопрос, как же устроены ангелы, чтобы на визжанской макушке их возбуждали. Почему не что-то другое? То есть очень странный ответ. При этом, опять же, я знаю, что даже по римским понятиям, языческим вполне, женщина Матрона должна быть с головным убором. Известен случай, когда сенатор добился разрешения на развод именно потому, что однажды его жена без платка вышла из дома. И это было сочиного основания для развода. С другой стороны, у нас почему-то на Руси напряжь забыли простую вещь. Что девчонка имеет право быть простоволосой. Платок – это как обручальное кольцо. Это признак замужней женщины, мужней жены. И по пустому полу, да, как знак власти мужа над женой. Сегодня это так уже не прочитывается. В храме нашем все прибутано. И девчонок в трехлетних платочках притаскивают в храм. Какой муж над ними власть имеет. И разведенки тоже надевают платочки. Разведенные женщины, и вдовы, и так далее. В общем, все смешалось в доме обновских. Ну ладно, вот об этих минутах мы по целую главу приходится размышлять. Есть сюжеты тоже такие, пришедшие от года очень из древности. Но вот актуально они почему-то в последние годы стали обсуждаться. В первом издании не было этой главы на тему о том, грех ли допускать мужа до себя во время поста. Очень горячая тоже дискуссия. Особенно монахи всегда специалисты в этих вопросах, в тех детстве о мнении высказывают. Есть каноническое правило, которое говорит одно правило на эту тему. Что в семье священника во время поста супружеская жизнь должна затихнуть. Это в семье священника. А при чем тут меня? Об этом никаких постановлений нет вообще. То есть наши духовники придумывают на ходу новые каноны и сохраняют их на всех людей. И ладно бы, если это было просто такое забавное творчество. Но дело в том, что ведь из-за этого разрушаются реальные силы. Вы, наверное, знаете, что у каждого врача есть свое персональное гладбище. Вот точно так же персональное гладбище есть у каждого священника. Ну, почти у каждого. Своего гладбища нет только у священника, если он профессор духовной академии. Или аппаратчик. В ибархии в патриархии работает, у него нет прихода, нет духовных чад. Я помню, один такой священник уговорил его не остать подобному нему. Я больше говорю. Я соглашусь с этим священником. А почему? Ну, как почему? Я боюсь за людей, которые будут жить всерьез по моим советам. Будут неосчастливы в духовном маце. Да не, ну перестань. Я сам уже 40 лет священник, никогда никого не исповедовал. Вот это счастливый человек, у которого нет персонального кладбища. А у обычного батюшки есть. Выходит он из семинария в 22 года. Начинает исповедовать людей, которые в 2-3 раза старше его. И делится с ним, с ним духовным, житейским опытом. Как? Естественно, по книжкам. А затем, ну, дальше происходит следующее. Если священник хоть чуть-чуть наблюдательный и умный, совестливый человек, он на своих ошибках ценой чужих жизней будет учиться. То есть вот пришла к нему женщина, рассказывает о том, что муж сексуально ненасытен. И говорит, не буду я 50 дней ждать, пока там пройдет твою масленицу, пасху, пост и страстная седмица и пасхальная седмица, пасхальная неделя, когда тоже ничего нельзя. Короче, уступила я ему, как говорила одна старушка, в оскорбосте судила беззаконник. Такая форма у армской деревушки была принята. Судила беззаконник. Хорошо, батюшка, это ты приехал, а больше не делай. По книжке, какой-то, это хочется. В каком-то монашеском спочаевском листке каком-нибудь вычисленном деревне. Бедная женщина исполнила этот его совет следующим постом, в итоге осталась без мужа. Он сказал, ты к своему папу иди тогда, вот с ним будешь жить после Пасхи, а я, знаешь, я в монахи не записывался. И хлопнул дверью. И вот сколько-то, если батюшка более-менее советслив и наблюдательен, он поймет, что его совет привел не к сохранению семьи, а к ее разрушению. Аналогичный вопрос, скажем, батюшка, вот начался пост, а супруг у меня не церковный, требуется, я его поднимать или там борщ с мясом варил. Можно или нет? Опять же, пастырская совесть говорит, нет. Запастить мужа, детей и внуков до третьего колена, до полу смерти. Опять начинает эта женщина это делать, тут еще и дети ее проклинают, тоже отворачиваются от ее версии православия. И вот она говорит, ну, когда тебе свистливый батюшка, это видит, он начинает носить коррективы в свои мудрые советы. Самые безответственные священники в мире это монахи в больших наших монастырях. Почему? Потому что у них нет онлайна. У них нет системы контроля. Вот приехал автобус с паломниками в знаменитый монастырь. Будь то трой Сергея Лавра, Оптина Пустынь, Балаа, может быть, да. Монахи там что-то такое сказали этим бедным женщинам. И все. А потом они не знают, как эти их слова и мудрые советы отозвались в судьбах этих семей. Они больше их не увидят. В общем, поэтому пришлось вот и эту тему в книжке затронуть. Но центральная тема книги, и, опять же, достаточно новая для меня, и в которой я даже отчасти изменил свою позицию, это вопрос о допустимости женского священства в православии. Так получается в моей жизни, что если когда-то я, пусть даже в режиме ответа на вопросы, какую-то тему затронул, потом все равно я ищу информацию всю оставшуюся жизнь, коплю публикации на эту тему, чьи-то другие высказывания, исследования, умения. И вот тема о женском священстве, да, она потихонечку входит в нашу жизнь, конечно, под влиянием Запада, за печеньки, деньги, госдепы, это все понятно. Но потихонечку все равно входит, никуда от этого не денется. А раз так, то надо быть готовым к серьезным разговорам на эту тему. Потому что, понимаете, вот расскажу один мемуар, в семинарии у меня в основном были пятерки. Позорная четверка у меня была только по моему профессиональному предмету, по гамилетии, искусству проповедей. Вот здесь мой семинарский наставник счел, что я плохой проповедник. Я догадываюсь, почему он так счел, потому что однажды я имел глупость ответить на вопрос, который он задал аудитории, то есть нашему четвертому курсу. Он спросил так, вот если вы идете на проповедник, вы знаете, у вас есть два аргумента в поддержку вашего тезиса. Но вы знаете, что один аргумент сильный, а другой так себе слабый. В каком порядке их надо использовать? Я возьми и скажу, батюшка, зачем подкреплять хороший тезис гнилыми аргументами? Может не позориться, и слабый аргумент вообще когда не используется? В общем, это был неправильный ответ, как выяснилось. Вот поэтому в православном хозяйстве гнилые бревны, оказывается, могут пригодиться. Но это я к чему? Что есть действительно такие аргументы, которые бабушки тебе простят. Что называется, своя аудитория, которая тебе прощает все и даже немножко больше. И поэтому они простят, что ты апостол Павла с Петром Перебутовым или еще что-то такое. И многое другое простят. А вот другое дело, когда ты выходишь за пределы приказкового уюта своего и идешь к людям так называемым внешним. Или тем более, когда это не просто внешние люди, которые случайные попутчики в автобусе, и не просто дети в школе соседней, а если это профессиональные богословы тоже. Есть другая конфессия. И как ты будешь с этими соломенными или гнилыми аргументами, как ты будешь с ними выглядеть на этом фоне? Так вот, поэтому, раз уж не от нашей воли зависит дискуссия о статусе женщины в церкви, о возможных священческих перспективах для женщин, то нужно очень серьезно копить аргументы, если мы хотим обосновать традиционную позицию. Так вот, при внимательном переборе вот этих богословских аргументов в пользу чистого мужского священства, я с некоторым удивлением для себя обнаружил, что аргументов у нас просто нет. То есть аргумент есть только один. Такого никогда не было, отродясь, а потому и не будет до скончания века. Аргумент отчасти серьезный. То есть убедить прихожан этот аргумент может. А вот чуть дальше начинаются уже проблемы. Но напрямую. Какой возникает вопрос? Видите ли, вот я вам сейчас опишу такую клинику-медицинскую картинку. Вот вы видите, лежит человек на кровати, ему очень больно. Он весь покрасневший, он кричит от бурля. Даже слова сказать не может. Улица корчится без языка. Даже слезки, в общем, ну слезки текут где-то, но так даже уже, по-моему, они кончились. Знаете, вот может быть, я писал вам агонию. А может быть, это серьезно всего плачь, новорождь моего малыша. Клиническая картина будет похожа на чем-то. Так вот, перебирая какие-то клинические признаки сегодняшней церковной жизни, с его плячками и так далее, возникает вопрос, что мы видим? Мы видим агонию окончательно одуревшего и загнивающего церковного организма? Или это на самом деле рода? Две тысячи лет с живым Христа. Много это или нет? Смотря чем мерите. Ведь церковь верит, что она прибудет в истории до конца дней. До конца времен. А вдруг впереди у человечества еще многие тысячи и миллионы лет. Тогда что значит две тысячи лет прошедшего? Это просто памперсы. И тогда аргумент к традиции не может быть абсолютным. Если что-то не было в детском садике, то такого никогда не может быть в твоей жизни и потом. Это не очень серьезный аргумент. Поэтому аргумент к традиции это хороший, серьезный аргумент, но он не обладает абсолютной убедительностью. А вот просто богословских аргументов, даже просто от Писания не обнаружилось. В свое время, в первом издании этой книги, своей, я привел такой аргумент, который мне казался сильным. А именно на литургии в православном восприятии, священник это образ Христа, икона Христа. Икона может быть музыкальная, текстовая, художественная. Да, а она может быть еще и такой сценической, литургической икона Христа. Священник литургическая икона Христа. Христос был мужчиной, и поэтому священник должен быть на него даже внешне максимально похож, значит, он должен быть мужчина. Аргумент, вроде, серьезный, но, если капотан на него, опять же, критикой, возникает вот такой вопрос. У каждого из нас много идентичности. Кто есть я? Ху из мистера Кура или мистера Иванова, кто? Москвич, русский, мужчина, не знаю, любитель такой-то музыки или такого-то футбольного клуба, такого-то поэта и прочее, и прочее. Тещин зять, Женин муж и прочее, и прочее. У каждого из нас много идентичностей. Точно так же и у Христа было много разных идентичностей. Вопрос вот какой. Все эти идентичности Христа обязательно для Его служителей. Христос был мужчиной, значит, только мужчина может быть священником. Аминь. Продолжаем список. Христос был евреем, значит, русским в очередь не вставать. Христу было 30 лет до 33, значит, поэтому тем, кто меньше 30 лет, и тем, кто больше 33, тоже священником быть не может. Христос был сыном-плотником, поэтому сын товарища-полковника тоже тут лишен. Или даже слесаря, а не плотника, и так далее. Много идентичностей. Почему вдруг избирается одна из них, ведь все нет, все остальное факультатив, и поэтому не только уроженцы Назарета и Галилея, могут быть христианскими священниками, а вот половая идентичность, она крайне важна. То есть, поэтому, вот опять же, просмотрев кучу литературы на эту тему, в том, что ее написано западными православными, и активнее приходится в эти дискуссии участвовать, вот я пришел к такому выводу несколько обескураживающих. Доброкачественных аргументов в защиту тезиса о невозможности, принципиальной невозможности женского священства у нас все-таки нет. И этот вывод, он очень важен. Он важен для самой церкви, я считаю. Потому что, если, сядь, вот стоит городок, средневековый городок, и у этого городка было 50 лет счастья. Его никто не осаждал, не штурмовал мирное время. Ну вот, дозорные доносят, что на окраинах этого княжества появилась опять орда. Какие-то кочевники и враги идут изгоном. И вот через неделю они будут здесь. Вот есть неделя на подготовку к крепости городского города, к осаде и к штурме. За 50 лет мирного жития городок, конечно же, разжарел и разросся. Все крепостные стены обстроены сарайчиками, гаражами какими-то, домиками. Вот, дачи вокруг. Кто-то вообще счел, что можно уже и зимнюю резиденцию построить на берегу реки. За крепостной, не всем же в Кремле жить, можно где-то за Москворечьей переселиться. А вот теперь понятно, что враг все-таки пришел, и нельзя оставлять ему ни запаса продукта, ни крыши над головой, ни головного строительного материала, из которого можно делать штурмовые осадные орудия. Да и все эти пристройки к стене, это помощь в том, чтобы штурмующий отряд забрался во строение на стену. Поэтому все это безжалостно сносится и сжигается. Жалко, но надо. Для выживания главного. Вот мне кажется, что и в православной церкви хорошо было бы задуматься над тем, что для нас главное. Во что мы верим, что для нас важнее всего, в чем суть нашей веры. И хорошо подумать над тем, какие у нас участки стены крепко защищены, или твердое евангельское обоснование, и так далее, и жизненно значимое для нас. А где стены, скорее, декоративные? С софринскими украшениями, конечно, но в общем, бижутерия, да, такая дешевинка. И вот, может быть, подумать над тем, вот где-то стены как-то заменить, или ужаться немножко в своих аппетитах, и вернуться в стены старого города, а новые районы, увы, покинуть придется. В общем, мне кажется, XX век должен был породить в нас этот вопрос, что для нас главное, и в чем церковь может обходиться, а что для него важнее всего. Но как-то вновь это забыто, да. Вновь какие-то странные критерии православности устанавливаются. Да, и вот в частности, да, вопрос об отношении к возможности женского существ. Так что вот это такая главка с такими вот выводами. У меня нет ответа на вопрос, можно или нет, но я говорю о том, что те аргументы в пользу одного из ответов, которые я слышал, они недостаточно серьезные. Что касается другой стороны, противоположных, скажем, то, знаете, здесь тоже есть вопросы. Для меня эта часть вопроса вообще гораздо более серьезная. Вопрос в целом о политической нашей культуре. Для меня вопрос отзвучит так, в глобальном смысле. Почему им позволили втянуть себя в пакетное голосование? То есть, если ты патриот, любишь Россию, ты обязан на грустку боготворить Сталина, целовать памятники Ивану Грозному и оправдывать любую дурь и чушь властителей России в любой период их истории. А если ты считаешь, что права и достоинства человека – это важно, то ты просто обязан вместе со всей партией крайних либералов аплодировать законом, позволяющим усыновлять в муссуальном парам детей и так далее. Вот почему такие крайние, ну, я говорю, пакетные голосования? А где-то посерединке вот никак нельзя остановиться. Этим усужениться есть замечательный эпизод. Может быть, это фольклор, но очень красивый все равно фольклор. Какой-то батальон стоит перед началом атаки, выступает замполит, горячо призывает до последней капли крови и прочее, и завершает свою речь призывом, ну, товарищи, за Родину, за Сталина. Ну, солдатики так пануло молчат, без особых десментов. Тогда замполит спрашивает, ну, что, товарищи, вопросы есть, нет? Голосы строят. Есть один вопрос, товарищ майор. Ну, слушаю, да что за вопрос? Скажите, а можно только за Родину? Вот, понимаете, когда я, опять же, смотрю, кто призывает к женскому священству, особенно в России, я понимаю, что эти люди к этому призывают не для того, чтобы молиться в Утаре. То есть, какие-нибудь активные адепты дают женское свещество, это не того склада люди, которые хотели бы взять на себя именно крест священнический. И просто нужно добиться капитуляции православия еще по одному пункту. А затем желательно вообще стереть до основания. А затем что-нибудь новенькое на этом месте построить, аквапарк, например. Да, или еще что-нибудь такое. То есть, очень часто призывы к реформе церкви исходят от людей, которые в кровоте церковь питьли как в кровоте. В любом виде, реформированном, нереформированном. И поэтому, здесь, опять же, вспоминаю другой советский анекдот. Приезжает лектор из ЦК, куда-то в глубинку, а понимаете, тогда была такая замечательная вещь, что вот лектор из номенклатуры ЦК, он имел право позволить ей сказать больше, чем обычный лектор общества знаний. Или какой-нибудь пропагандист райкомовской номенклатуры. Это появляется такое закрытое подсобрание, а на закрытом подсобрании, можно сказать, больше правды, чем на открытом собрании граждан. Этот товарищ из Москвы, говорит, товарищ, я приехал к вам из Москвы, ЦК, следуя ленинской традиции, послал меня к вам для того, чтобы посоветоваться с трудовыми массами. Товарищи, конечно, мы достигли огромных успехов, но, надо честно сказать, партия учит нас честно, по-коммунистически открыто говорить о наших проблемах. Проблема есть, а в месте есть. Вот, скажем, то, что нам приходится помогать мировому освободительному движению по всему миру, от Анголы до Кубы и так далее. Прямо скажем, это стоит денег. Капиталисты на этот денег не одолжают. Где бы эти деньги в это не возьмем, чтобы помочь трудящимся неграм и так далее, не у них же быть. Значит, поэтому мы должны искать внутренние ресурсы. Поэтому, товарищи, у нас ЦК готовится решением глимозу поднять цены на продовольствие. Как, товарищи, поймете логику нашего решения? Поддержите? В зале мертвой тишины. Другой-то мужичок с балкона вскакивает крест. Будем развивать две смены. Товарищи, ты как потрясел. Спасибо, слушайте. Какая, какая инициатива потрясающая. Какая ответственность. Какая сознательность. Это замечательно. Но раз такой разговор пошел, я вам еще одну вещь скажу. Вы понимаете, мы огромные ресурсы сейчас вкладываем в освоение Сибири. Освоение там самотлора, строительство Бамы и так далее. Это все даст отдачу нашим внукам, да, при коммунизме. Но сейчас нужно вкладывать ресурсы. Где их взять? Поэтому, товарищи, мы, наверное, вы должны будем поднять цены на одежду и обувь. Поймете нас, как? Заня вообще. Такая честная муха слышно. Тут же мучок вскакивает. Будем развести три измены. Товарищи, я просто неожиданно. Я в Москве расскажу. В пример всему Союзу поставлю. Это потрясающе, товарищи Тарябкома. Какие у вас люди грандиозные, потрясающие. Да, но вы знаете, есть еще одна тема. Мы оказываем помощь братскому афганскому народу. Контингент у нас, конечно, там ограниченный, но тем не менее дохера, ведь там танков, самолетов и денег приходится. Поэтому, товарищи, наверное, придется поднять плату за проезд в городском транспорте. Как? Поймете и поддержите. В зале почти отчаяние висит, хотя и молча. Тот штрех вскакивает. Бурлется, три, четыре смены. Тут у этого лектора ССК что-то заработало в Москву. Он потихонечко шепчет, слушайте, кто-то такого. Секретарь Бакуа говорит, не знаю, выяснилось. Товарищи в штатском подходят аккуратно сзади и вводят этого мужичка в коридор. Смотрят, товарищи, вы кто? Я Петров. А где вы работаете, товарищи Петровы? Я-то в морге. Так, понимаете, вот товарищи Петровы, работающие в морге, они с радостью призывают нас ускориться. Скорее к нам. Ускорьтесь. И поэтому призывы к реформе церкви во всех отношениях как-то не вызывают. Никогда не вызывали мои симпатии. Кто предлагает? Ради чего? Но вот если отличиться от этих персональных данных, а просто посмотреть на богословскую суть проблемы, то я скажу, да, проблема есть. Понятного ответа у меня пока нету, но я говорю, пусть вот те, кто умнее меня, вы подумайте, просто не заклеивайте лейкопластырем. Эту тему. Не думайте, что все ответы здесь уже есть и просто в православной энциклопедии прочитаете. Не прочитаете, нет в православной энциклопедии статьи «Женская священство». Поэтому думать придется вам, более молодому поколению. Хорошо? Большому кровлю, большая торпеда. Удачи вам, ребята. Конечно, да? Да, и плюс к этому в этой книге еще одна важная тема, о которой я много в основном в лекциях говорил, на бумаге вот здесь выложено. Это вопросы два, но они тесно связаны. Первое, это вообще тема телесности, телесности христианской жизни, тело, плоть, душа, вот эти сюжеты. И второе, это, собственно, тема библейской рассказы, грехопадение и создание жены из ребра Адама. Вот эти сюжеты я довольно подробно тоже в этой книжке разбираю. Ну, вкратце, это они, да, уже я смотрю вопросы, начали среть, пожалуйста. Ну, я вот хотел сказать, сначала вот в контексте того, что сначала Бог создал человека, а потом уже женщину. Давайте начнем отсюда. Ну да, поэтому, скажем, сторонники феминистского богословия, они говорят, что это означает, что мужчина это просто полуфабрикат. Нет, сначала человека, а потом женщина. Значит, делаю вот так, что если чесать вот самый библейский текст, там появляется странная вещь, что когда у этого самого человека взяли ребрышко и считали жену, то дальше будет сказано, она рычется женой, потому что взята от мужа. Для русского читателя это совершенно непонятная вещь, логика. Взята от мужа, почему женой это должно называться? А для еврейского слуха тут все очень понятно, потому что муж в еврейском языке это иш, женщина иша. Возможно, глагол ишачечка в значении тяжкой женской доли именно отсюда, из наших местечек, из-под житомера вошел русский язык, не исключает такого варианта. Так вот, это очень важно, это не просто игра слов, это тезис библейский, который исключает прежде всего такие оккультно-теосовские спекуляции на тему инь и янь. Что вот женское начало это темное начало, а мужское начало светлое, и так далее, и тому подобное. А это очень глубоко сидит в нашей психоаналитике, и мифологии народов мира, и так далее. Вот. Только русским удалось вот этой дихотомии выйти в инь и янь. Вы знаете, картина мира русского человека, она трехчастна. Инь-янь-хрени. А для всяких китайцев все еще научастное остается. Но вот Библия, она исключает спекуляции, как там допускать, скажем, английский язык или даже украинский. Где человек, это муж, или английский мэн, и поэтому бедным англоязычным дипломатам, элитрам приходится говорить мужчины и женщины. В тех случаях, когда русскоязычный элитр может сказать просто люди. А им приходится уточнять, что женщины тоже приняты в ней вместо нас. Конечно, да. Нет там на самом деле Адама и Ева в первую главу бытия. Это тоже принято. А здесь есть муж и жена. Это да. И при этом, да, с точки зрения феминистов, мужчина, это просто полупубликация, но лучше промежуточное звено на пути к созданию венца, творения. А это уже чисто женщина. Если вспомним при этом, что последовательность лимдейских событий такова создание мужа, насаждение эдемского райского сада, создание жены, то это означает, что только женщина это райское творение. Мужчина создан до рая и вне рая. Поэтому наши альфа-самцы одним законным дарвинизмом естественно до сих пор живут. очень, во-первых, мне так кажется, что все-таки проблема женского священства, слава Бога России, она у нас, по крайней мере, на данный момент накумана. Минуточку, я давайте вновь бычу. Знаете, меня пугает не Владимир Владимирович Путин, меня больше пугает тот, кто будет после него. А еще больше пугает тот, кто будет после-после него. Потому что я боюсь, что мы с вами сели на такие мощные исторические качели, что нынешние зигзаги нашей истории метают цветочки. То есть Путин, как реакция на Ельцина, следующая будет реакция против Путина. Но, соответственно, это пакетное мышление, оно войдет, и, соответственно, правящий класс следующего поколения, он будет чувствовать себя обязанным принять полностью все, что говорят западные советчики, спонсоры и так далее. Весь этот пакет, причем версия какой-нибудь, скорее, Барака Обамы, даже Ани Трампа, в крайне либеральном варианте. Это будет, естественно, при этом я убежден, что эта новая элита будет не менее воровата, чем нынешняя. Ну, увы. И вот все это вместе породит еще более, более серьезную ответку в народных симпатиях. И боюсь, что в следующем этапе сталинисты уже совсем стыд потеряют. Ну, может быть, но на данном этапе, по крайней мере, можно обратиться за уважаемые этапы. Кто хочет священники? Не достаточно. А будет по муниферсу один, где другой идет священник. Ну, это отдельный вопрос. А это точно такой же вопрос? Вопрос законный. А вообще, как мне... Здесь есть вопрос не о личных амбициях, это вопрос очень серьезный, вопрос о... Это ведь, скажем так, это, прежде всего, повод раскрыть христианскую антропологию. Что есть человек в глазах церкви? И это разговор и о монашестве, это тоже часть этого разговора. И о браке. Знаете, например, один из важнейших текстов. Вот если вы скажете, мне подойдет студент и спросит, мне нужно писать работу на тему православной антропологии. Какие источники? Я скажу, если что-то в источниках, возьми чин отпевания. Как ни странно, именно в чине отпевания гораздо больше, чем в чине крещения. Ты найдешь материалы для вот православного понимания человека и даже тела человека, даже трубы. Как он там оценивается в этом отпевании и так далее. Это очень интересно. Поэтому этот вопрос не только узко такой, профессиональный. Это вопрос о человеке. В христианском я нечего никак. А в качестве версии, как вы сказали, что у вас нет ответа на этот вопрос в вашей книге, в качестве версии, что является главным даром дарующимся священнику при рукоположении? Это дар пасторства. Дар видения, как вот эту, вот эту твою посольную душу привести к Богу. Не то же самое делает мать. У нас почему-то священство, наше восприятие священства пограничивает столько храмов, литургические одежды, сама непосредственно служба, а вне этого разве пастор не ведет свою деятельность? А мать не делает не то же самое? Заставляете меня пересказывать почти буквально мою книжку, да, там одна из страниц на ответ на такой тезис, вполне уместный. Но я его ставлю так. Дело в том, что в протестантских церквах есть женское священство, и мы с ними по этому поводу не дискутируем, как ни странно. Почему? Потому что те функции, которые в протестантском мире связаны с пасторством, эти функции вполне может быть женщиной в нашем понимании в христианских общинах. То есть пастор как организатор администратора, организатор жизни общины. У нас есть немалое количество приходов, в которых матушка-глава прихода, а от них не батюшка. Не говоря уже о женских монастырях. Дальше. Священник как пастор, как проповедник. Естественно, что и женщина у нас тоже может быть и учительница, и проповедница, и в конце концов. Это вполне возможно. Я думаю, что в скором времени мы увидим реально и женщина, которая даже в храме читает проповеди, тоже полагаю, что это вполне возможно. Третье, это уже женщина как духовник, духовный советник, пастор как духовный советник. И опять здесь женщина вполне может. То есть у нас такая практика есть, когда духовно-опытная монахиня, она может быть духовником, духовным советчиком, даже епископом. И такое бывает. Уж не в городе Ксении Блаженной обсуждать это вполне очевидно. И вот есть только четвертая вещь, это мистериальная, мистерговие как таковая. То, что связано с таинством. Опять же понятно, что таинство кричания может совершить и женщина тоже, в случае крайней необходимости. Женщина может причащать, а это уже факты из церковной истории, деканисты были, которые причащали, имели право взять чашу с дарами с престола и идти причащать других женщин. Это было. Поэтому дальше возникает вопрос уже очень серьезный. Что такое вообще вот именно священник и другие? Что он там делает? А почему? Опять же, в католическом понимании у священника есть власть творить эту мистерию, это чудо. Православное понимание у священника нет такого. Эта власть есть только у Бога, а священнику он предстоит, он служит, он просит. Господи, не спасли духа того, что так, на нас, на принадлежащие дару и сияне. Вот почему от имени нас в данном случае не может быть женский голос? Это не очень понятно. Но вот это вот и есть, собственно, сама сердцевина этого богословского вопроса. Более того, это еще более серьезный вопрос. Что такое священник в церкви, в церковное общение? Этот человек, скорее и концу, как я понимаю, в православной мизиологии, священник, это человек, которого община полномочия от себя, будь нашим предстоятелем, озвучивай от имени всех нас нашу молитву Господу. То есть, в этом смысле община источник полномочий. Не папа и не епископа, община. Вот это серьезные вещи. У католиков там у них, да, там идет диспенсация, термин такой у них есть, делегирование полномочий, Христос, уносясь на небо, оставил викария папу на земле, дал ему полностью все пароли, ко всем своим блогам, сайтам, счетам и так далее. А папа дальше расстреляет кому-то вот этот кусочек, этот и так далее. Так доходит до миря. В православном понимании, да и поэтому, соответственно, как ни странно, у католиков тезис о том, что священник не может быть лишен сам. Вот давайте погодать священство пожизненно. В православии это не так. В православии церковная община может решить, что нет, ты нам не помни, батька. Другое дело, что эти права общины опять узрупированы не писком. Вот не так давно что-то такое пресс-служа патриарша рассказала, церковь посоветовалась с экспертами-политологами. Церковь посоветовалась с экспертами. Заголовок новости. По ходу патриарх встретился с политтехнологами, самым ярким из которых был господин Матвеевичев. Это кремлевские мечтатели, которые работали в аппарате президента в ту пору он публично у себя в блоге где-то в году еще в девятом помечтал о том, что хорошо бы, если бы вся эта оппозиция вышла бы на Красную площадь, а туда бы въехала атаманская дивизия и намотала бы их кишки на гусенице-танках. Вот с этим экспертом беседовал наш патриарх, но заголовок церкви встретилась с экспертами. По этому поводу один хитрый блогер написал, а пресс-служба не сообщила, что церковь заказалась себе на завтрак. То есть, конечно, манера заживлять епископы церкви это, конечно, манера очень старая, устойчивая, но богословская не опасная. День добрый, отец Эгрии. Есть два вопроса, так скажем. Не боитесь, что это породит дальнейшее женское священство, если мы поднимаем этот вопрос по следующему, логично следующий вопрос епископства и мантужен патриарх как финальная стадия всего мероприятия. Кошмарные сны вы меня провоцируете, да. Ну, естественно, но и комент такова и от нее не надо прятаться. Я отвечаю на один запрос, надо быть заранее готовым к ответу на остальные. Но и кое-что, у меня нет ответа. То есть, я лично консерватор, я за чисто мужское священство, лично я, да. Когда я в сети вижу фотографии женщины в облачении православных священников, такие есть, есть какая-то секта, где-то на Урале или в Поволжье, какая-то матушка Фатиния, поищите угодно, спросите, матушка Фатиния? Она считает себя православной священницей, но при этом в ее пантеоне есть четвертое лицо. Бог — это Путин. Своеобразная такая у меня вера. А сегодня купить священческое облачение нет проблем, были бы деньги или спонсоры, да. Она купила комплект поповского облачения, все это на себя надела и в такой вот так позициирует. И у нее есть какой-то свой кружок, который ее вполне в этом качестве принимает. То есть, у меня какое-то эстетическое отношение к такого рода вещам. Вот в мое сердце эта идея не греет. Но при чем тут греет, не греет? Симпатия, антипатия? Нужно еще и просто честно думать. Ну, а в целом, да, и в этой книге этот сюжет отчасти тоже есть. Естественно, этот вопрос касается вопросов сравнительного ритма богословия, восточного, западного. Вот одна из границ, отделяющих западное и православное богословие восточное. Эта формула звучит так. На Западе некоторые женщины мечтают стать епископом. А у нас некоторые епископы мечтают стать женщиной. И если позволите еще вопрос, может быть, как-то вонючку. С встречами Патриарха, да, где он напоминает, скажем, энергии, сущности и так далее. Вопрос, вот, ваше личное ощущение, наш Патриарх является православным. Здесь такая сложность, что само по себе слово, оно может быть вполне православным, но будучи еще в другой контекст, это же словесное клише становится странным. простой пример, вечный огонь. То есть понятно, что такое вечный огонь в церковном языке, огне угасимый и так далее. Более-менее понятно, что такое вечный огонь в советской символике. А вот когда патриарх приходит кланяться вечному огню кремлевской стены, однажды, это еще Алексей с Кириллом пришли на этот ритуал, и журнал «Московская Трохия» на глянцевую обложку поместил это в фото. Фото было просто гениальное, потому что на этой фотографии именно патриарх оказался объятый этими языками пламенной. Так было снято. То есть вот бывает, что само по себе слово, которое было вполне безобидно и хорошее. В одной ситуации, в случае контекстуальной беспризорности, оно начинает играть совсем нехорошими ассоциациями и возникает проблема. Поэтому одно дело, если мы говорим с людьми, которые прошли хорошую школу феррии патетики. Все учились у Аристотеля, все понимают его категории и понимают, что слово энергия есть действование, понимают определение, что энергия это действие некой природы за ее пределами, вне ее самой. Тогда какие проблемы? Другое дело, когда это слово приходит в наш мир, в котором слово энергия уже воспринимается совершенно иначе и связано с электричеством. так или иначе, в сознании обывателя. А в сознании обывателя, которого еще какой-то познавательный вкус, который он удовлетворяет с помощью канала РЕН-ТВ, то там, соответственно, этой энергии это уже все связано с пастами чумака и сигналами с альфа-центавра братьев по разуму и так далее. И вот в этой аудитории жонглировать с таким словечком уже не стоит. То есть это как минимум пастырская ошибка. Что касается ереси, вы понимаете, да, что я не являюсь горячим ампологетом нашего святейшего Петра Ша Кирилла, но при этом я все-таки скажу. Для того, чтобы человек, который сам постоянно подвергается всякой критике со всех сторон для первого десятилетия, для того, чтобы сказать, что человек веритик, даже если ты приводишь вот этот текст, который он говорил сильно, кажется таковым, надо все-таки для очистки совести своей посмотреть в других случаях, когда этот проповедник касался похожей темы, он всегда именно так говорил. Что понимаете, ведь может быть есть какая-то необходимость или какой-то день сказалось, что вот я произнес текст о человеческой психологии Иисуса Христа. Я постоянно подчеркиваю его социокультурный контекст, что он может предположить о его детстве, воспитании. Кстати, вы знаете, что он сын плотника, это очень высокая характеристика. Потому что почему-то в культуре Древнего Израиля считалось, что плотник это образованный человек. И поэтому сын плотника это выше, чем сын инженер. Сын академика. То есть это не Брол, это не БТУшник, нет, сын плотника в библейской культуре это высокая характеристика. Вот можем об этом говорить. Но если скажет, ага, Кураев Христа человеком сто раз в этой проповеди назвал, значит, он на самом деле не христианин, он не верит в Христа как Бога. Подождите, посмотрите на какую-нибудь мою лекцию или книгу в другой день произнесем написанную. И там будет много о том, что Христос есть Бог, а не только человек. Точно так же и здесь дайте, потому что патриарх называет стой дух энергии, но если он послал другие выступления, для верняка мы найдем выступление где все-таки это стой дух их количества, а не как энергии. Ну и как дифференцировать в зависимости от его поступков получается, если он там пошел к вечному огню, то это его человеческий фактор, а если он где-то служит, то это его какая-то духовная составляющая. Это ему может так хотелось, но это не совсем так. Но просто к тому, что с обвинениями в гереси надо то есть поэтому я скажу так, что это пастерская и богословская безвкусица. Вот это так. Это неумение оторвать себя от своей юности. То, чем так начался всем он решить. Ну, я понимаю, да, 70-е годы, начало 80-х, свет в окошке это джунь, когда в окне, из каждого окна выглядывало патриста, по меткому выражению Булгакова и тогда действительно казалось, это вот очень здорово, нам такая с Грузией поддержка пришла в нашем миссионерском деле. Даже советская власть признала, что есть некие духовные тайные энергии, которые творят чудеса, и поэтому если мы намекнем, что Христос был экстрасенсом, то это как-то сделает нашу веру понятнее для советских чиновников. может быть такой был миссионерский умысел тогда, в 70-х годах приписались тогдашние собеседников, с которыми была и Джуна. Сохранились несколько фотографий домашних его встреч с Джуной и у нее дома, и у него. Но с другой стороны, много с ясененного возраста надо выходить, и то, что понятно было для ситуации в стране 40 лет назад, зачем же это сегодня искусственно продлевать. А здесь просто есть такая инерция языка. Инерция языка и речи. Причем я убежден, что если так жестко говорится патриархом, ваше действие, что действительно вот так вот это думайте патриархом, скорее всего скажите. Но тогда просто так сказалось, такое клише инерция осталась. Поэтому я с чистой совестью не обвиняю патриарх-еретиком и остаюсь великам его церкви. Хороший вечер, парни. Такой вопрос в продолжении общей темы разговора. Не так давно, буквально по зиме, попадалась мне новость, и я долго думал, что она мне попадалась даже в вашем блоге, но уже по разговору понимаю, что это не так, что кто-то из восточных патриархов александрийский или антиохийский на память не помню, реально уже положил женщину в деканисы. Это было у меня блоге. Синод или собор александрийской церкви при нарешении установления института деканис, и первая деканиса появилась в Кении, в Найробии, если не ошибаюсь. Значит, поясню, что александрийский патриархат это вся Африка, вся православная Африка, много, много стран, конечно, это не основная религия Африки, но в Кении настоящая православная ремесанс. Серьезные успехи миссии, в основном на греческие деньги, там много происходит. Так, это институт деканиса, он никогда ведь не был запрещен, не было постановления какого собора запретить деканису, а просто вышло из практики. К сожалению, до сих пор я не видел, даже не знаю, опубликовали документ этого египетского собора, который он не стоит в 2015 году еще. Опубликовали они полный его текст или нет, потому что тогда в решениях собора на их сайте было сказано, что собор принял, опубликован будет позже, после какой-то доработки. И я не видел с той поры следов этого документа. Но то, что тератония уже совершилась, правда, это монахиня, кажется, была, катхизатор, это факт. И вполне возможно, что у нас это со временем вполне может произойти. Непринишно патриархи, которые стараются пробовать себя оппозицировать в качестве суперконсерватора после известных событий спустя райц. Можно второй вопрос по этому поводу. Есть эти основания предполагать, что, как Вы сказали, у нас наверняка будет с тем, кто придет после Путина, и вот в таком же ключе каким нужно предполагать того, кто придет после Кирилла? В чем это человек, будет, точно не митропридзарьев, скажем так. То есть это не будет человек, который будет себя преподносить в качестве хобби нынешнего патриарха. То есть, безусловно, среди избирателей, а избиратели это екскопат, накопилась уже более чем совершенно усталость от патриарха Кирилла и его стиля управления. Поэтому, скорее всего, это будет такой типичный боярский царь. Вот это термин такой, боярский царь. Не очень радостный по словам вещи, то, на чем больше покоряло в конце концов из ЧВК государства в 18 веке. То есть будет, очевидно, вот такой епископ, с которым всем остальным будет удобно царствовать лежа на боку. То есть понимаете, ну вот установка, которая была для епископов при Алексии II, при Бимене, до их было и века. Вот достиг я степеней известных и теперь можно отдыхать. Пенсионный фонд у меня пожизненный, он уже есть, постоянно выполняется, поэтому можно просто наслаждаться жизнью. В число этих наследений входит управление человеческими услугами, конечно. Это тоже одна из радостей епископской жизни пешками. Пешки переставляют на доске поповские и так далее. Вот при этом кто-то находит отдушину еще в развитии церковного пения, кунтиархилейский хор содержать, кто-то любит монастыри восстанавливать и так далее, но это уже в порядке личного хорбища. А Кирилл он пробует всех заставить работать, он сам трудогольник, он пробует весь аппарат заставить работать, аппарат скрипит, ему этого не хочется. Поэтому я думаю, что следующего они изберут человека в этом смысле на патриарх Кирилла не похож. А вот хорошо это будет плохо для церкви, я не беру что сказать, совсем не беру что сказать, потому что расслабуха это тоже не очень хорошо. Отец Андрей, можно себе? Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд мы с вами доживем до иллюстрации и вам как кажется, как это будет происходить и что ли может быть ну как вы к этому относитесь и как вы этого ждете и не ждете вот такой вопрос. Да, сама группа вопросов вызывает мои памяти замечательную историю рассказанную мне одним католическим епископом. Беседуют два епископа, католических епископа, старые друзья по семинаре еще, откровенные отношения. Я не думал спрашиваю, как ты думаешь все-таки? Мы с тобой доживем все-таки до того времени когда папа разрешил священникам жениться. Нет. Мы доживем, конечно, нет папы не такой мы до этого и у нас доживем. Но дети наши верят в живот. Что касается иллюстрации, ну, вы знаете, я сам сын коммуниста, да? Поэтому, скажем, в моей семье идеи тотальной иллюстрации не пользовалась популярностью. в то же время да, я соглашаюсь сейчас с теми тезисами, которые не вызывали у меня симпатии 20 лет назад о том, что, ну, когда такая крайне либеральная часть пресса и общество говорило о том, что, не проведя иллюстрацию, Россия теряет будущее, потому что зубья дракона остались в почве и все эти имперские фантомные боли они еще обернутся кровью. Тогда, в середине 90-х или ближе к концу у нас сказалось, что это невозможно. Столько правды уже было сказано и о сталинских временах, а вообще о советском жизни, что и у людей столько забот, господи, нет расширения границ, а дайву просто дожить до понедельника, когда что-то завелось. Но ничего, откушались в нулевые годы, вот и доходяга оказался снова человеком с завидным запасом лебедов, с которым он хочет познакомить всех соседей. Так что это вопрос серьезный, то есть непереписанные или плохо переписанные учебники истории порождают новые войны. Документальный фильм у вас «Прямая речь». Интересно. Она села, при которой вы с вами был. Юр, это где-то здесь или нет? Тебе вопрос. Где можно приобрести диск с прямой речью? Диск с прямой речью где можно? Кину, прокурального где можно посмотреть. Сейчас скоро будет на один выложен. Просто сделано две перевода, на поиском, на английском и на итальянском. Хотя бы на русском выложите. Я сейчас еще раз говорю, это будет одновременно для всех. Хочется заделать все это. Ну, а ориентировочно это? Ну, я думаю, что в ближайшем, ну, в октябре не времени. Ну, по-моему, а не я. Ну, у нас были премьеры, мы их буквально позиционировали, публично освещали. Православная экономика развивается специам носок улором. Медленно, не спеша ходил следы. Сейчас, у меня два вопроса. Первый, касаемо свещества. Если я не ошибаюсь, это у меня информация из ваших, как бы, реакции хорошо прослушана. Когда вы говорили о соотношении Адамы и Евы, говорили о том, что она является гранью, как бы, Адамы, правильно? И о грани отвечающие за эмоциональность. То есть, в союзе мужчины и женщины женщина отвечает за эмоциональную атмосферу в семье. Значит, женщина более эмоциональна. Если мы будем говорить о том, что женщина должна быть священником и деканисой, то не будет ли это как бы вести к некому более субъективному восприятию реальной действительности, которую она будет руководить? Мужчина более отрезан. Мужчина, склонен к реальному мышлению. Именно поэтому он олимпиадит. У него разведет другая часть мозга. Женщина правая, левая, правая, мужчина левая. Биологически то, что Господь вложил в нас, Он изложил в нас эту разницу. Если мы эмоциональны, можем ли мы всегда правильно оценить реальную действительность в нашей семье, в нашем монастыре. Если не ошибаюсь, в вашей тоже лекции говорилось, потому что в монастыре это сложнее, чем в школе. Вы правильно поняли мой мысль, мой аргумент. Он сохраняется в новом здании этой книги. Но давайте скажем честно, этот аргумент не богословский. Он психологический, социокультурный. Но это не богословие. То есть, тогда женщина как честь ребра, как ребро Адама. Как когда это толковать? Поэтому вновь говорю, что мой ТС я вновь повторил. Я пока не увидел доброкачественно богословских аргументов. А богословский означает аргумент, который тесно связан с уже уясненной церковным сознанием догматикой. С догматическим учением церкви. Вот, чтобы показать, что прямая логическая филиация, выведение из одного до из другого, из того, что является аксиоматикой для православия, догмата о троичности Бога, о двухрородах Христа, остальные догматы, их немного, которые есть, чтобы из них это было последовать выношет, а в итоге поэтому мы видим, что вот такого в церкви быть не должно. Вот такой логической богословской последовательности пока я не нашел. Аргумент, который привели вы, да, это аргумент тропологически, пожалуйста, разница, гендерная разница. Более того, сейчас не совсем зашуленные ученые, они действительно говорят о том, что это различие гораздо более глубоко, пока не странно, феминизм сам приводит к этим выводам. То есть я был поражен, когда стал читать современную женскую литературу, а мне пришлось это делать, потому что включили меня несколько лет назад в члены жюри одного литературного конкурса. Победил там правда Захар Прилейд но и в шорт-листе оказалось несколько женщин. Для меня было как третья новая вселенная. Насколько иначе оказывается мир глазами женщины видится совершенно другая планета. интересно. Так вот если поначалу феминизм подчеркивал равенство и дождество мужчин и женщин, то потихоньку он меняет интонацию. Как скажем и любой национализм. Начинается с тезиса о том, что мы мой народ не хуже чем соседи. Понимаете, вот логика слойнофилов это на самом деле в любой Бразилии, в любой Уганде. Чуть позже тоже начали писать местные журналисты. Наш особый вайтийский путь развития. Мы не должны идти ни туда, ни сюда. Мы должны быть самими собою, на собственной истоке, свои скрепы и так далее. Это все понятно. А со временем это довольно быстро перерастает уже в такое превосходство. Мы не то, что другие. Мы настолько другие, что все остальные просто отстой в сравнении с нами. И поэтому с феминизмом происходит нечто подобное. Начинается борьба за равноправие, потихонечку теисы углубляются и оказывается женское вследствие настолько необычное, что мужикам нам просто копаться нечего, ничего не поймут и прочее. И вообще все женское гораздо лучше, чем мужское. Эти все поведенников женщины я все таки до сих пор не знаю, скажем так. Есть хорошие матушки, которые хорошо рассказывают про православие. Будут, будут, моя история. Вот когда будет, он говорит. Так вот, это я к тому, что я убежден, что со временем психологи, работающие с гендерным материалом, они уже сейчас начинают показывать, насколько глубокие есть серьезные различия. И это не в порядке осуждения кого-то и так далее. Очень интересно бывает сравнение. У женщины работают два полушария одновременно. Это я вам могу сказать как психиатра и кара. Но вы немножко как бы не заответили на вопрос. Я хотел вам задать встречный вопрос. С точки зрения женской канонизации, давечей был пример, когда колумбийский барон сказал, если мать Тереза святая, то я тогда Иисус Христос. По отношению ее канонизировали как к святую, но в конечном итоге ее жизнедеятельность полна таких вещей, которые не входят даже женскую псевпологию. Мы говорим о католической письмене. Нет, это как пример, в смысле как явление, которое было. По поводу матери Терезы уже много говорил отец Осипов. Поэтому мне кажется, тут тоже можно не обсуждать этот вопрос. Отец Андрей, и второй вопрос у меня еще существует. Это по поводу ваших лекций. У вас на сайте всегда в армпорте висели ваши лекции. Все, которые вы могли скачать и слушать их. Теперь этот раздел у вас исчез. Очень жалко. Не восстановите ли вы его? Я не восстановлю, потому что для этого нужно просто содержать этих мощных ресурсов. если Кураев.ру имеется в виду, то просто сейчас нет таких денег, чтобы этот ресурс поддерживать. Поэтому, в общем, он закрыт. Но, по-моему, лекции, как раз, они в огромном количестве на предание.ру, на звуку.ру. На звуку, по-моему, я была не видела. Правда, давно была, извините, может, все-таки появилось. Вот дело в том, что я терпеть не могу лекции по-тихонечке. Я вообще правила слушать не могу. У меня даже дом архива. У меня даже дом архива с его лекцией. Андрей Костянович, Вы в своих книгах в русских дискуссиях поднимаете очень серьезные вопросы. И вот такой вопрос. Вы испытываете на себе давление церковных людей за это? Да, испытываю. но ведь давление бывает разным. Бывает давление воздуха, который поддерживает самолет. Бывает давление воды, которое поддерживает пловца. Я честно скажу, я скорее испытываю давление церковной среды, которое поддерживает. А не давит. Это, может быть, некоторым моим критикам хотелось бы отрежуствить свое мнение и сомнение всей церкви и объявить меня облученным от церкви как таковым. Но ситуации совсем не так. Поэтому я, как раз, я вполне всеми фибрами своей души, моргами кожи ощущаю себя вполне единым с церковью. Но, говорю, при одном условии, если не ставить на крайность между понятиями церковь и правящей класса князья церкви. Спасибо. Сегодня, слушайте, летел к вам в самолете и сосед по креслу оказался депутатом Государственной Думы. Ну, он так сказал. То есть, он как-то меня идентифицировал, говорит, отец Андрей Курат, когда, ну, здрасте, я там депутат такой-то. Знаете, меня весь оставшийся час полета подмывало сказать ему одну вещь. Слушайте, вам не кажется, что-то не так с парламентаризмом в нашей стране? Ведь это вы узнали меня, а не я вас. Значит, наверное, я должен был а вот тот факт, что Христос в апостоле набрал только музыку, это не говорит, хоть уже это не существует? Не говорит, потому что вопрос в том, была ли возможность сделать иначе. Если бы христианство проповедовалось женскими устами с самого начала, в этом случае оно не смогло бы выйти из своего гента. И так Христос избрал своими апостолами первое бедняков, второе евреев, третье не просто евреев, а галилеян, жизнь в еврейской глубине. То есть такие изгои в кубе в сознании греко-римского общества. А если бы это были бы еще и женщины, к которым языческое общество прежде всего относилось достаточно сдержанно, прямо скажем, как религиозная активность, то в этом случае христианство осталось бы в той глубине, в которой оно зародилось. Возьмите, тот же самый вопрос, Христос набрал только евреев в число апостолов. Ага, не значит ли это, что грекам, латининам, славянам там не место в этом узком кругу? Можно увидеть, так сказать? А если вспомнить, что они еще и все были рыбаками, то получается, только в рамках рыбколхоза может существовать церковь. Без микрофона, я думаю, что меня будет хорошо слышно. Отец Андрей, здравствуйте, меня зовут Олег. Такой вот аргумент защиту женского священства может быть. Он, конечно же, пристекает из почитания культа Девы Марии или же Присно-Дева или как угодно можно называть эту великую женщину. То есть, это наша предстоятельница, перед Богом и ее скатус выполняет Вы справедливо упомянули про Божью Матерь, но это аргумент против единизма. Почему? Потому что при всем притом Мария никогда не претендовала на возглавление общины в сакраментальном смысле. При всем притом Мария никогда не претендовала на совершение литургии и возглавление апостольской общины. Это позднейшие иконописцы второго тысячелетия включили ее в круг апостолов на иконе сошествия Святого Духа. Иконы более ранних столетий, всего первого тысячелетия, пишут эту сцену без Марии. Это как предположение я имею в виду вот вы говорили о церкви в будущем ведь две тысячи лет это всего лишь Панкерса, как вы сказали, но в дальнейшем может быть пойдет по этому пути развития. Я ни в коем разве, конечно, не настаиваю. Может быть, я тоже не могу сказать, что это версия. И несомненно, вы совершенно справедливы, мариология будет одной из дискуссионных площадок в этой тематике. Это несомненно. Но пока она, видите, может и туда, и туда как-то роваться. Еще один вопрос, если вы все позволите. Современный это вот этот ажиотаж вокруг этих диссертаций по теологии недавно уже существует диссертация по богословию. Теологос и богословие это, конечно же, русский аналог. И у вас есть звание, степень. Что вот сейчас с чем это связано? Это вот в светском обществе сейчас вот есть это самое подтверждение теологической диссертации или что? Что тут такое вот ажиотаж разумника вдруг? Уже давно существуют богословские степени и защита диссертаций? Это довольно разные пласты размышлений. Первое. Существует ли, может существовать богословие как наука? Ну, у меня ответ однозначный да. да, может. Второе. Хорошо это или нет, если государство не признает научные противопроизводства богословия. Я скажу, что выдержание такого признания это не очень умно. Это некая дискриминация. В свое время как-то беседовали на эту тему с Капицей. Капицей младший скончался уже в этом ведущем передача. Чуть невероятная которая. Я ему говорю, скажите, пожалуйста, представьте себе, вы Ченвак, как говорит, Оля Ченвак. Представьте себе, к вам принесли на отзыв две работы одного это уже автора. Одна посвящена ну, скажем, там, Сенеке, а вторая посвящена творчеству малоизвестного сирийского автора Афрам Барни-Сибийский. Вот на ком основании вы за первую диссертацию работу этому автору присудите ученого себе? А за вторую нет, только в том стваде, что Афрам Барни-Сибийский более известен к святой Ефрем Сирин в русской традиции. Вот надо отдать должное копиться. Он тут же понял, в чем подло, говорит, я понял, о ком он говорит, и поверится. Он действительно за свою работу про кого-то из античных авторов получил даже премию Ленинского комсомола. И при этом он переводил Ефрем Сирина на русский язык. Так вот типно почему? Почему если диссертация о светском авторе, то за нее можно давать степень, а если ровно той же методологии сделано исследование в рукописи религиозного автора, то почему нельзя? Это странно. Вторая странность. Представьте себе, вот отправили скажем меня учиться в Академию куда-нибудь в Германию. или во Францию скажем в Страсбург. В Страсбургском университете есть два факультета богословских. Один факультет претестантского богословия, другой католического богословия. Вот скажем я его окончил. Это факультет, защитил там доктора. Я приезжаю и Россия признает докторские степени европейских университетов. А если мой однокурсник по семинарии остался учиться в Московской академии и защитил там диссертацию, то его почему-то не признают, хотя предположим, что наши компетентности и квалификации одинаковые на самом деле. Почему так? Почему мы больше доверяем зарубежным ученым советам и не доверяем своим? Ну, там есть вторая. А третий это вопрос политический. Почему это решили продавить именно сейчас? Дискуссия шла 20 лет. Почему вдруг сейчас? И здесь уже много вопросов, много контекстов. Один из них исламский. Надо помнить об этом не говорится. Сейчас покажу вам одну фотографию. Меня поразило. Вы не сможете не читать, да? Ну, что это просто баннер, да? вдоль дороги. Надпись на чешском языке, это недалеко от праги. Нет исламу, нет терроризма. Предвыбор на баннер. Я начал спрашивать, слушайте, что это, кто это? Контекст остался еще более фантастическим. Это как бы считается главным анфантери были чешской политики, главный их националист, но который на самом деле его отец. То есть, такая хакамада, но по-чешски, но только чуть-чуть да, чуть-чуть другой политической юридичности. Это к чему у нас не принято упоминать свою религию мира, но надо иметь в виду, что когда в России какие-то серьезные перемены в религиозном образовании происходят на государственном уровне, речь сейчас не ради православных, это ради контроля над исламской ситуацией. А ислам это религия ученых. Как это не странно звучит при виде так же кастарбайтеров? Ислам это религия ученых, то есть там нет римского бабы или патриарха московского, нет епископов. Там по идее, по идее, конечно в реальности это далеко не так, но по идее статус человека в уме мусульманское общение определяется его компетентностью, его образованностью, но образованностью конечно в мусульманском смысле, то есть знания наизусть Корана, хадисов, основных толкований и так далее, умение с ними работать. Ну как в удаизме статус Равина это книжник, Равина это книжник, ученый. Так вот, соответственно, для России жизненно важно штамповать своих улемов, своих мусульманских ученых, чтобы не зависеть от египетских товарищей или саудитов, важно, чтобы у нас свои люди махали бы машками, мы доктора Богословия. Точно так же важно, чтобы государственные наши школы могли бы давать детям стандартизированное такое представление о том, что такой ислам, но в его такой обезвреженном разливе, обезвреженной упаковке, что, дескать, ислам только учит любви и жить со всеми любви, вот и все. Это один политический контекст. Второй, понятно, что это уже инициатива Петряха Кирилла и для него это важно для того, чтобы с этими степенями начинать войну за университеты. А вот здесь все это может обернуться совсем иначе, потому что если ученая степень дается университетам по богословию, то вполне возможно, что это будет в конце концов ответная волна. Люди с университетской традицией мысли и независимости и без привычки озираться на ебископа начнут богословствовать. Это пройдет на самом деле стеклюризация богословия. За этим признанием ученых степеней на самом деле стеклюризация богословия. Ну и наконец третий аспект политический простите блядство нашей академической науки. После истории диссертации Мединского иных слов не подберешь. И поэтому если бы до диссертации Мединского я бы сказал так это замечательно и здорово что независимые светские светлые умы будут решать есть тут наука в этом богословском изделии и науки там нет сейчас я скажу нет произойдет взаимное инфицирование у церковников свои болячки а у этих свой сифилис и они тут очень хорошо поймут и заразят. Вот типичный пример здесь в Петербурге сейчас начинается скандал дьякон Владимир Василик предложил диссертацию в местном университете Петербургском госуниверситете тема сурово узкая византийская элитроническая поэзия как исторический источник но при этом интересно кого он избрал оппонента там какой-то список по японской культуре и так далее но главное что это постоянный автор руссконародной линии где и он пишет такой ура патриотический ресурс то есть никаких серьезных литургистов он не приглашает на свою защиту вкачать рецензентов оппонентов и так далее и ученый совет скорее всего это скушает не заметит а уже независимые эксперты они говорят что там есть элементы бургиата в этой диссертации и многое другое но я убежден что ученый совет этого не заметит так что поэтому я в ином контексте обрадовался вот этой признанию наших ученых степеней и даже этой степени контроля светского контроля над церковной жизнью сейчас я уже не вижу в этом панацея здравствуйте вопрос может быть банальный но вот о проблеме платков юбок и о грехе руконошения почему мы до сих пор обсуждаем это почему это до сих пор актуально и почему эти субстанции известны кипят в интернете по этому поводу при том что даже не зависит возраст прихожан христианам что или это норма какая-то что-то периодически должно обсуждаться как-то получается вы совершенно правы это норма потому что церковь не есть некая константа это как известный бассейн с двумя трубами что-то вливается что-то выливается какие-то люди в церковь приходят новые какие-то уходят уходят не из церкви и даже я говорю не о том что какие-то поколения уходят умирает а скажем у людей бывает церковных особенно со временем атрофируется вкус к дискуссии вот это неофитские щенячья привычка на все тявкать на все реагировать всем все доказывать и человек просто ходит слушайте я не вмешиваюсь в чужую жизнь я одеваюсь то есть вот понимаете женщина идет в храм и надевает камуфляж чтобы быть невидимкой не замайте ну не трогайте то есть эта женщина прячет под этим платком она так не из богословских соображений просто для того чтобы ее не отвлекали не царапали да и она соответственно никому не лезет вот а зато появляются новые да которым кажется что вот они наконец нашли единственную правильную книжку типа 100 ответов батюшки не надо по этой книжке выстроить всех остальных из-за этого появляется новый молодой отряд независимо от возраста еще это церковном стаже которые считают что нужно свои 5 копеек обязательно всюду вставить и поэтому дискуссии разгораются с новой силой вот в этом смысле да церковь не константы а то что дискуссии сохраняются это опять уже есть константы напротив но с другой стороны все таки это признак признак неравнодушия что тоже хорошо но если вас это задевает по поводу штанов и юбок ответ короткий я вам честно скажу что каждый раз когда я приближаюсь к общественной уборной у меня возникают проблемы какого-то расстройства психологического психиатра здесь он должен объяснить какое-то гендерное расстройство у меня возникает когда я вижу фигурку в полоте нарисован меня конечно по схожести одежды тянет туда но разум говорит не реагируй на картинки смотри на суть вещей и полетуй тебе в другую комнату так вот когда обвиняют что женщина не должна носить мужскую одежду если этот обвинитель в рясе то ему легко вернуть этот аргумент потому что продолжение есть проклят муж который носит женскую одежду у меня несколько назад потрясающая инсайд я изумился себе самому я стал стареть выпадать из этой миссионерской карусели поездок и с радостью разрешил себе превратиться в бюргера потолстеть обзавестись малышами удобным креслом и так далее и купил домашний халат и однажды я таки решился его одеть и я пришел в шок потому что я много лет никаких домашних халатиков не носил а тут я вливаю руки в рукава и вдруг понимаю что я его запахнул слева направо мужские и я удивился потому что я десятилетия каждый день запахиваю подрясник на левую сторону то есть пуговица на обычном подряснике находится вот здесь то есть запах это левый женский то есть я тут впервые в жизни понял что у наших подрясников поповских покрой женский не по длине а вот именно по тому как устроены застежки а с другой стороны я порадовался за себя все таки гендерноэдентичность не пропьешь ты когда надел обычную одежду то ее запахнул уже по мужски это хорошо вот ну а что касается цвет волос и прочее вы знаете как-то по-моему дело было с тертулианом в третьем веке значит была такая странность я не могу ее нарисовать не знаю как но были какие-то в древнем риме профессиональные одежды и вот был кружок какой-то прослойка кооператив скажем профсоюз философов у которых были какие-то вот узнаваемые философские плащи как они были устроены я не знаю и вот тертулиан он профессиональный философ и у него был такой плащ и когда он стал христианином он плащ продолжал носить а философ в ту пору понятное дело что это язычники ученики Платона Аристотеля да и поэтому христиане привыкли считать что человек в плаще это враг церкви а тут тертулиан ходит на христианские собрания в этом плаще в общем некий конфликт начался тертулиан пишет специальный трактат о плаще так и называется и там есть одна замечательная фраза но в конце концов после всех аргументов но в конце концов если вы стали спорить об одеждах то я завидую вам значит других вопросов у вас нет у вас все хорошо Андрей Вячеславович вопрос об основании православной культуры вы некоторое количество лет назад написали учебник один учебник по этому предмету и я хочу узнать изменилось ваше мнение о необходимости этого предмета в школе не стоит ли вместо него преподавать например основы мировых велики во-первых учебник написан мою он написан в такой модель который не позволяет первую часть вашего вопроса этот учебник не необходимость а это модальность это возможность факультатив второе что касается основы мировых религий это тоже модальность и она в той модели в которой мой учебник есть она предполагается то есть то есть одновременно родителям предлагается выбрать целых шесть вариантов из шести вариантов один из которых как раз основы мировых религиозных культур то есть пожалуйста выбирайте теперь дальше даже если бы я не был автором учебника по основам православной культуры я бы никому не советую выбирать для детей курс основы мировых религиозных культур по причинам вполне понятным психологическим четвертый класс девять годиков этим детям какие мировые культуры какая история велики вы о чем они географии не знают еще мировой географии истории не знают для девятилетних детей Ельцин и Цезарь это современники потому что они все жили до того как этот ребенок родился на свет динозавры там еще бегали рядом с ними у них нет ощущения истории тем более понимания опять же я понимаю если это курс краеведения скажем курс Петербурговедения и рассказать детям о том что они видят вот тебе историческая мечеть вот тебе буддистский храм вот тебе лютеранская кирха это пожалуйста в качестве именно краеведения но приезжаю я куда-нибудь ну господи там Нальчик где-то на Северный Кавказ мне учителя говорят да мы чтобы не было конфликтов избрали именно для всех не дали никому выборов все мировые религиозные культуры для всех а эти мировые религиозные культуры написаны по принципу равенства то есть одинаковое количество букв и часов на всех сколько православия столько буддистов соответственно здесь они эти учебники говорят вот у нас в нашем городе в нашей республике есть мусульмане есть христиане какого черта он половину времени должен третить на иудеев и буддистов которых у нас не водится их нету в нашем регионе почему он половину времени должен рассказать о том чего дети вообще не видят не знают и не спрашивают у них нет к этому интереса про мечеть спрашивают почему там полумесяц когда они молятся про храм спрашивают отвечать на это надо но у нас нет ни синагоги нету датсанов буддистов нету следующий момент может таков прежде чем заниматься сравнительным языкознанием надо хотя бы свой язык выучить но родоват в четвертом классе заниматься сравнительной религией и наконец-то есть еще один а почему или-или у нас в старших классах есть курс отечественной истории а есть курс всемирной истории и почему бы не допустить в 10 классе или 11 параллельное изучение и углубленное изучение основа православной культуры и при этом историю веки хотя историю веки на мой взгляд лучше оставить для вуза учитывая что у нас сегодня для большинства ребят образовательных историй не завершается со школьной скобил а большинство ребят поступают в университет может быть я сложить до университетского времени рассказы об истории веки вот такая моя позиция раскрыть фразеологизм а там точно о Белевине что речь о Сорокине о Сорокине я гарантирую я даже на интернете смотрел и не только я интересуюсь в этой теме спасибо знаете я все-таки думаю что это было о Сорокине может быть даже при этом произнес другое имя но если о Сорокине тогда вопрос не имеет смысла это и так Сорокин сам с кем угодно на поле сядет нет спасибо но да не знаю нет просто я пробовал у себя вспомнить что могло посвятить основанием для такого сущения Григория я не могу поэтому поэтому я думаю что это в лучшем случае была ошибка языка уголовно спасибо спасибо субтитры я не могу сказать что я хочу уточнить что женщин проповедницу среди апостолов никто бы не слушал Ну, были же примеры, там, Тивилинса, Нины, и Богородица тоже была апостола. В Богородице тоже была проповедница, и везде, и встала. О проповеди Богородица мы ничего не знаем. Это все позднейшие легенды Средних Могур. Хорошо. Нина. С Ниной. Там, понимаете, в чем штука? Это касается вообще всех проповедей апостола. Большой-большой вопрос стоит вот в чем. Я приведу один пример. Был такой удивительный человек, святой Григорий Чудотворец. Григорий Чудотворец, это Третий век, середина его. Он ученик Оригена, великого Александрического философа христианского. Был личный ученик, не по книжкам, а личный ученик. Слушал его беседы и говорит, что удивительные остальные воспоминания об этом. У нас было ощущение, что мы ходим по райскому саду, когда вот с ним изучали Библию. Значит, дальше, через сто лет после жизни у Григория Чудотворца, Григорий Чудотворца, его в житие написал святой Григорий Нисский, брат Василия Великого. Значит, Григорий Нисский сам по книжкам уже, но любит и ценит Оригена. Это еще раз решалось в той эпохе. Это через 200 лет Оригена Анафимацева. Так вот, смотрите, значит, один ученейший муж Григорий Нисский, это достаточно редкий случай, именно философа с епископом, епископом Сансани, человека с хорошим философским культурным вкусом, пишет житие, это для 4 века вновь описать житие какого-то подвижника христианского, пишет житие другого христианского образованного, просвещенного мужа, и при этом великого миссионера. Григорий Нисский пишет, что когда Григорий Талматург пришел в Кисарию, в городе было только 18 христиан, когда он умер, в городе осталось только 18 язычных. Это все третий лет физические времена. И вот когда я начал читать это житие, я читал его в надежде, что сейчас я услышу голос святого и успешного миссионера. Как Григорий Невкин, вот этот Кисарийский, Талматург, как он будет полемизировать с язычником. И вот в его житии дохожу за сценой, когда местные языческие философы решили дать ему Боги. И толпой пришли к нему. Давай поговорим с тобой о Боге, о главном, о смысле, о едином. Что я читаю дальше? Святой муж, что я читаю, Григорий, сказал им, не, 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 этот базар не покатит. Давайте, вы выберете одного делегата, одного спикера, а я с ним буду беседовать. А вас много, я всех не переспорю. Пусть, говорит, один со мной. Философы сказали разумное решение и избрали самого мудрого из них. Когда они его избрали, и тот приготовился начать свою речь о христианстве, о христианстве, с той Григорий помолился, и по его молитве этот философ стал немым. И ни слова сказать не мог. И на этом диспут закончился. Вот в чем штука. История христианской проповеди, апостольской, в том виде, в ком мы ее знаем, по более-менее ранним источникам, это история чудес, но не проповедцев. То есть апостолы, согласно их житиям, куда-то идут, творят чудеса. Чудеса бывают очень странные, то на какой-нибудь порт чудо ведут, потом ее снимут и так далее. Вот, скажем, мой апостол Андрей. Есть такое замечательное у него деяние. Он приходит в один городок, на берегу Черного моря, турецкий берег Черного моря, начинает пробовать. Его местный правитель арестовывает и бросается в тюрьму. Камера обращает. И завтра должны Андрея казнить. Но апостол Андрей начинает молиться, и по его молитве происходит чудо. Ангел Божий, я прошу прощения, я скажу сейчас очень красивое церковно-славянское слово. Остенил своими крылами сей град. Понятно, что я сказал? Кто приятно? Однокоренной фамилии Стеняев. Не осенил, а остенил. Ладно, поймите, в чем дело. Значит, из камеры, где сидели... Да, тюрьма была в центре города. Ночью на резиденции правителя какое-то крыло, темница такая, придворная. Одно окошко, узенькое, в камере, и оно выходило на центральную площадь, а центр античного города украшен фонтаном. И там какой-то, наверное, все-таки восток, какой-то змей-даркоша был изображен в фонтане, и из него вот вела струя воды. Так вот, по молитвам апостола Андрея, этот фонтан стал звергаться с такой силой, что в городе началось наводнение. А ангел остенил крылами град, как стена, и в воде некуда было утекать, и весь город потоп. И вода не проникла только в камеру, где сидел апостол и его узники. Узники прихренели от этого дела, конечно. И один из них согласился с Таде, они все последовали имя апостола Андрея, он с ним по хитых деревоах немножко, через три дня ушел, одного из них построил епископа, второго священника, второго священника, третьего диакона. Вот началась христианская история, по-моему, смирная, нет, городок сейчас, не с полу, но смирная, где это происходило. И вот деяния апостолов, дошедшие до нас, они полны такими историками. Не пробовать, а чудеса. Это касается жития святой Нины. Если почитаете, там нету ее пробоведей, слов, которыми она убеждала грузинских князей. Чудеса. Начиная с креста, из виноградных лос и так далее. Поэтому, если вы что-то пробоваете через чудо, ну, конечно, Господь чудо может створить и через ослицую ламу, и через ребенка, и старика, мужчину, и женщину, вопросов нет. Но, сегодня же мы не ждем от священников чудес таких. Почему-то. А надо? Может быть, и надо. Может быть, не знаю. Тогда я должен буду признаться, что, конечно, я не совсем не состоявшийся диаконфейка. Разрешите? На днях я поспорил с одним товарищем, учащимся в семинаре, на предмет подчинения членов семьи друг к другу. Он стоял на том, что последнее слово однозначно должно быть замужем при любом раскладе. Я считаю, что, возможно, как более светский человек, что последнее слово должно быть за тем, кто более компетентен в данном вопросе. Как правильно со стороны, с точки зрения церкви? Я не берусь вам озвучить с точки зрения церкви. Тем более, не берусь заранее с ней соглашаться. Если с точки зрения церкви считать текст домостроя, например, который вполне от имени церкви, однозначно дает ответ, который ваш знакомый старист вам воспроизвел. Но я сейчас и не буду привести аргументы в другую пользу. И вот почему. Представьте себе самолет, у которого есть проблемы. Кто-то должен взять управление на себя. Может быть, второй пилот второй, но еще он видит явно неадекват капитана. Он должен сказать, беру управление на себя и спасать самолет. А если они просто будут ругаться и искаться, точно разорваться. Хотя я вам говорю как фанат передачи расследования о его происшествии. Командский такой сериал не замечательный. Причем, знаете, я могу смотреть его бесконечно. Потому что я никогда не помню, что будет в предыдущей серии. Какой шуруп там выпал из этого самолета и почему он разбился. Поэтому можно в десятый раз тоже самое смотреть и переживать. Но один из сюжетов, который там есть, это именно одна из причин авиакатастроф. Именно вот это. Когда в кабине нет понимания того, кто за что отвечает. кто принимает решение. А кто должен? Нет, конечно, должен капитан. Но бывают ситуации, и опять так, если это раз случаи там описывались, когда капитан был, ну мало ли что бывает, просто капитан слишком устраив. У капитана возрастные какие-то перемены. Капитана нет. Бывает такое, что у второго пилота больше опыт полета на этом самолете, чем у капитана. Не говоря уже о случаях, когда капитан хочет совершить самоубийство. Разрешите еще раз влезть, пожалуйста. Просто вы сказали слово «сериал», и я вспомнил. Замечал по вашим публикациям, что вы увлеклись игрой престолов. Стоит ли ожидать на эту тему чего-то в духе того, что вы писали вот «Мастер Маргарита», «Гарри Коттер» и вообще подобные вещи? Ой, ну я прям покрасню. Я с ужасом жду появления нового сезона «Игры престолов», потому что мне придется заново пересмотреть предыдущие пять. Я, естественно, напрочь забыл, что там было за минувший год, просто держать в голове дело не очень нужно и полезно. Нет, кино действительно интересно. Необычное, что меня поразило, когда я заставился все-таки посмотреть несколько серий для начала, я был в шоке от того, с какой легкостью автора убивают главных героев. Неожиданно. Да. Я понял, что-то такого я еще не встречал. Надо смотреть дальше. А что вы не читали? Нет, не читала. А «Космос»? Она тоже никогда не читала. То есть, я так понимаю, что уже в пятом сезоне появляются главы, сюжеты которых нету в книге. Главы еще не дописаны. Ну и потом, знаете, это довольно близко совпадает с моими представлениями о Византии. История Средневековья. Если исключить этих ходоков и тархонов, то в целом все довольно близко. Отец Андрей, я просмотрела облавление вашей новой книги и поняла, что вопрос аборта вы не поднимаете из своей книги. А как вы к этому относитесь? Не поднимаю, потому что, первое, я ленивый человек. Я всегда это признавал. Я о чем-то пишу, только в случае, если об этом не пишет никто, или другие об этом пишут заветом и хуже, чем мог бы написать я. Вот тогда я так и быть об этом пишу. Абортная тематика это такая тема более чем активно обсуждаемая в церковной среде. Писателей много, в том числе с медицинским образованием. И главное, я убежден, что на эти темы больше лучше женщины говорят, чем мужчины. Поэтому я очень стою в сторонке. просто это один из запросов женщин к церкви. Я понимаю, но это, опять же, это тот случай, когда женщина менее всего склонна принять совет мужчин. И женщина, по-своему, в этом права. То, что происходит с ней и в ней, поэтому мужикам в этом копаться и советоваться. Я лишь скажу одно, что согласно религиозной точки зрения все люди делятся на две группы. Родившиеся и неродившиеся. Дальше. Все, кто присутствует в этой аудитории, относятся к первой категории. Счастливчики, которым повезло родиться. Поэтому, так сказать, наше мнение однопокое. А гинекологи, они вообще страшно виждят, что вот та группа неродившихся, гораздо больше, чем группа родившихся. Раз в восемь. Потому что где-то такое соотношение процентов оплодотворенных циклеток, которые погибают до закрепления в своем месте у матки и теми, кому удалось пройти это свое самое место. и теми, что происходит с убиенными детьми, когда они уходят в тот мир, в квартиру. что на этом быть здесь написано слово Бог. Нет, тогда извините. Есть, наверное, какие-то мнения отцов церкви по этому поводу? Даже они туда не заглядывали. Скажите, пожалуйста, правильно ли крестить детей или выбор религии должен быть осознанным выбором взрослых людей, изучивших сравнительную религию? Спасибо. Однажды, ну, знаете, такое, наверное, бывает в жизни каждой семьи, когда ребенок, подросток начинает протестовать против той ребенки, которая кажется ему слишком навязчивой. И вот мой сын начал мне протестовать, ну, что это? Ты все время мне что-то там покупаешь, без моей спроса даришь, не надо, навязку. Я говорю, ну, ладно, господи. Есть такая вещь, что когда отец покупает сыну или точке какую-то штукачку, платьице, юбочку, рубашку, дружку, то на самом деле я по секрету скажу, отец испытывает гораздо больше кайфа, чем ребенок, который вам подарили на ребенку. Он не дарит. Прошло несколько лет, у него родилась своя доченька. И он даже звонит, отец, смотри, как вы были правы. Я вот сейчас в Казике выбираю какую-то там фигнешку детскую. Какое же это счастье тратит дюйминный ребенок? Это я к чему? К тому, что на самом деле когда родители крестят ребенка, они ему дарят, а не навязывают. Если это любимый мною малыш, я буду с ним делиться всем хорошим, что у меня есть. Самым вкусным, самым красивым, интересным и так далее. Если я действительно православный человек, если я дрожу свои веры, то я считаю свое православие вкусняшкой. а вкусняшкой я со своими малышами делюсь, вот и все. Луика здесь такая. У ребенка, конечно, есть право сказать, не буду я твоего пирожного есть. но обычно идет. И у нас осталось именно для последних парочки вопросов, правильно? Потому что нам уже, наверное, пора переходить к автограф-сессии. Да? Есть последняя пара вопросов или мы сразу переходим к автограф-сессии? Да. Вопросы о сравнительном религиозном. Году, так в 1908 в рамках большой игры, то есть Британской империи против Российской, англичане решили взять под свой контроль Афганистан. Такая дурная мысль пришла в голову. не Афганистан отродили, которая Тибет. И в Тибет был направлен из Индии, естественно, военный отряд во главе с полковником Хасбандом. Они без боя вошли в Хасу, столицу Тибета. И полковник Хасбанд пишет Лондон рапорт о произошедшем. Местное население настроено к нам чрезвычайно положительно. Когда мы входили в город, все население выцелилось вдоль дороги и аплодировало нам. Бедному полковнику никто не пояснил, что в буддистской культуре и в японской, кстати, тоже аплодисментами отменяют демонов. Поэтому, когда аплодирует аудитория, я уже с той поры теряюсь. Что бы это значило? мы так похожи на буддистов? Вы похожи на людей уставших от этой встречи. не, 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 Можете еще один вопрос? Да, вопрос созрел. Вот, по поводу, недавно в интернете появилось сообщение, что поместный совет православной общественности поставил вопрос перед, ну, государством, что ли, что в православии возрастает очень уровень экуменизма, и что, как бы, эта проблема становится уже в какой-то заранте. Что Вы по этому поводу скажете? Я никогда не слышал ни о каком таком совете. Это какой-то совет третьего жека, пятого подъезда. Ну, там в Севолчапкин, например. Видите, ветераны духовного труда. Что-то я его просто ставил. Знаете, у меня книжка большая, толстая, есть, называется «Вызов экуменизма», и первая глава там, давайте договоримся от термина, что такое экуменизма. Есть, как минимум, 10 вариантов понимания этого слова. Вот, 7 из них, я считаю, вполне законными. Два, считаю, неприемлемыми, один, спорными. Да, поэтому вот каждый раз приходят, понимаете, ну, это же обычная вещь. Вот спрашиваете, скажите, Вы за куменизм и против? Я говорю, я против куменизма. Как? Вы против диалога с людьми других веров? Хорошо, учел я свой промах, прихожу в другую ритуцию. Опять тоже раз, Вы за куменизм и против куменизма? Ну, конечно, что Вы? Как, Вы за то, чтобы ловызать туфлю римскому папе? Вот, ну, такое слово какое-то очень странное. У каждого свой смысл, и поэтому каждый раз надо определяться. Ну, я так поняла, что по поводу католицизма там просто... Опять, не знаю, что... То есть, понимаете, это вопрос в том, насколько адекватно представление католицизма у авторов этого послания. Это тоже крайне важная вещь. Очень часто, если ясно у католики пересказываю то, что написано на его вере в моем учебнике или семинаре, и в том, в котором я учусь, католик, еще он очень вежливый человек, он скажет, «Ваше представление о нашей церкви мягко-выросильному старею». Знаете, вот для меня эталоном является, опять, любимый мной Почаев, он регулярно переиздает «Противокатолический катехизм». Книжка, которая родилась где-то в конце 19 века, они издают ее снова, до сих пор. И там один из страшных грехов католиков в том, что они, сволочи, сопрещают людям молиться на их родном языке. Знаете, это при том, что в католичестве уже давно молятся в народных языках, а вот мы наоборот. Не могу так же не подхвастаться, и только вот, смотрите, если будете сейчас, вот выйти из двери и налево, зайдете в пассаж. А в пассаж, если отсюда идти, с левой стороны, будет какая-то лавочка с янтарными иконками. Изделие из янтаря и иконки. И там есть вот такая икона «Блаженный Матрон». Вот в Терезавильской, в чистом виде, в стальне аргана. Не льстите моей гордыни. Спасибо. Продолжение следует...